Потому что по всей России то ли отключался интернет, то ли кусками отключался интернет. Что будет с Ютубом? Это были учения, это была случайность или это была диверсия? Это не была диверсия, это не была случайность, это были учения, общенациональные учения. Их планировали проводить в феврале, решили провести раньше. В феврале еще раз будут проводить, возможно, и не раз, для того, чтобы отработать слабые места. И, как говорил Горбачев, расшить узкие места, поскольку у этих узких мест появилось слишком и слишком много. Я не знаю пока, как эксперты Совета Безопасности оценили эти учения. Исходя из их оценок, станет понятно, что власть будет предпринимать дальше. Но я об этом несколько раз говорил, в том числе, по-моему, в эфире с вами, Юля, что в преддверии президентских выборов есть очень сильное желание закрыть ряд мессенджеров, это ватсап и сигнал, телеграмм, там он под вопросом, блокировку телеграммы проверяли в Башкортостане и в Якутии, если есть VPN, в общем, его закрыть не удается. Снизить скорость Ютьюба, ну вот и вчера попутно, я бы сказал, помните, как это было с телеграммом, попутно обвалили значительную часть структуры российского интернета. Но это были именно учения, то есть безо всяких. Это не были хакерские атаки, это не было случайностью, это не было совпадением, серией роковых ошибок, нет. Это были учения. То есть это учатся в прямом смысле слова? Да, учатся, хотят идти по китайскому пути, если там не поставить фаервол, то осуществить ряд ограничительных мер, могу сказать, что первые оценки не вот по не вчерашним событиям, а по предварительным событиям, оценки экспертов были в общем сдержанно негативные, то есть не удалось. Так вот, в этом-то, я помню, как вы говорили, что пока не удается, мы помним, как глушили телеграммы, потом махнули рукой, все это выглядело очень смешно. И, конечно, еще очень насчет ютубчика, как-то вот, я думаю, что наши слушатели, которые здесь собрались, и из России, и не из России, они за ютубчик больше всего волнуются. И они бы хотели услышать, что планируется сделать с ним. Это естественно. Нет, хотят замедлить его скорость. Замедлить его скорость, но если вместе с замедлением скорости ютуба и закрытием ряда вредоносных мессенджеров обрушат структуру российского интернета, то овчинка не просто выделки не стоит, а эти действия окажутся контрпродуктивными, поскольку вызовут очень сильное недовольство, гораздо большее недовольство, чем если бы эти мессенджеры ютуб работали. Поэтому мы можем предположить, следуя обычной логике, что в конце февраля, то есть в преддверии выборов, будут приняты решения, готовы или не готовы, стоит или не стоит. Собственно говоря, я так и говорил, что по итогам учений будут решать. А вот, собственно, в конце февраля меня не то, что смущает, меня удивляют эти как бы очень короткие сроки. Почему именно в конце февраля и что такого считает администрация президента или ФСБ будет происходить рокового в течение последних двух недель перед выборами, что не происходило до этого и почему именно вот так не задумывается? Ну, во-первых, Юлия, я понимаю, что это вас может позабавить равным образом, как и уважаемые зрители и слушатели, но боятся враждебного вмешательства. Причем боятся вполне серьезно. Если вы думаете, что это шутки, там циничный обман, хитро задуманная игра, КГБ СССР, как Голос Америки говорил, ничего подобного. Эти люди боятся по-настоящему. Они рассматривают мессенджер, они рассматривают YouTube, как очень эффективные инструменты вражеского влияния. В чем в смысле слова вражеского? Это первое. Второе. Те события, которые происходят в России, ну, по крайней мере, после Нового года, ну, допустим, серия коммунальных катастроф, да, чуть не переросшая в коммунальный коллапс, события в Башкортостане, события в Якутии, потребность общества в политической альтернативе, что выразилось в очень быстром сборе подписей за одного из кандидатов на президентских выборах, все это напрягает. А дело в том, что здесь надо просто понимать психологию людей, которые сейчас принимают решения. Допустим, покойник, он хоть и был чекистом, он все-таки делил собственный опыт и собственное мировоззрение на 10 и прислушивался к другим мнениям. Нынешние исходят из того, что они превзошли все, что они понимают, как устроен мир, а мир, естественно, устроен как сеть заговоров, и надо помешать в любую щелочку просочиться. Для этого надо все щелочки зацементировать, забетонировать, закрыть. То есть залить поле асфальтом, я помню, у моего друга был сосед на даче, который взял лужайку, залил асфальтом. Вот они хотят залить все лужайки асфальтом, чтобы ни один росток не пробился. И вот этот асфальт, это в том числе и борьба с мессенджерами, предоносными, и борьба с YouTube. Другое дело, что когда им докажут, покажут на пальцах, что риски от этого предприятия значительно превосходят выгоды от него, ну, они пожмут плечами, вздохнут и скажут, ну, еще многое впереди, еще будем дорабатывать, еще выделим ассигнования, в конце концов мы своего добьемся. Ну, сейчас, значит, обойдемся без этого. Бояться, Юля, вот если очень коротко, хорошо, может быть, бояться слишком сильно сказано, опасаются, очень опасаются. Правильно я понимаю, что то, что вы сказали, может быть, у меня разыгралась фантазия, что дело обстоит приблизительно таким образом. В Кремле совершенно серьезно считают, что на выборах 17 марта может случиться цветная революция, если какой-нибудь Навальный нехороший разошлет смс-ками по WhatsApp, идите туда-то и делайте революцию. А люди, которые достаточно давно слышат этот рассказ, по-тихому все это саботировали и довели это до того состояния, что вот учения просто начинаются накануне выборов и, соответственно, можно тогда сказать людям, боящимся. У вас будет еще хуже, если вы накануне выборов грохнете интернет. Вот заключительная часть вашего предположения, она очень любопытна. Я не исключаю, что такие есть, что нашлись доброходы, которые пытаются это довести до абсурда и успешно доводят. Это первое. Второе, что часть средств, выделенных на все эти предприятия при вращении России в цифровой оплот или цифровой концлагерь, зависит исключительно от точки зрения, хорошо, в цифровую суверенную державу. Да, значит, она была схищена. А вот что касается того, как они оценивают ситуацию, понимаете, ну, вы, точнее, это хорошо знаете, генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Вот они видели, как это работало тогда, как это работала позавчера, работала вчера. Они боятся повторения. Поэтому они делают то, что считают необходимым для того, чтобы избежать повторения. Пытаются выбить из рук оппонентов эффективные инструменты. И здесь еще раз очень важно. Они боятся не столько российской оппозиции. Российская оппозиция для них всего лишь, ну, там, кукла какая-то, да, марионетки. Инструмент коварного ЦРУ. Инструмент, совершенно верно, да. Ну, это, там, инструмент других сил. А вот этих других сил, они, причем отношение у них к этим другим силам, оно очень странное, я бы сказал, слегка, даже не слегка, шизофреническое. Они, с одной стороны, верят во всемогущество, там, МИ-6 и ЦРУ, а с другой стороны, считают, что Запад слаб, можно Запад щелкать по носу, и более того, не просто щелкать по носу, а предъявить ему фактически военный ультиматум, чему сейчас готовятся. Ну, военный, может быть, опять же, слишком сильный, гибридный ультиматум, давайте вот так это назовем. Ну, что вы хотите? Сознание людей, в принципе, шизофренично. В том числе, создание профессионалов, работающих в спецслужбах. Отличие России от всех других стран в том, что в других странах понимают, что разведчикам и контрразведчикам нельзя позволять управлять страной. В России они страной управляют. Насчет, конечно, прошлых революций, это я с ними прям полностью согласна. Я вот так и помню, как товарищ Ленин рассылал СМСки, а у Джорджа Вашингтона в 1776 году, как известно, революция не совершилась бы без наличия WhatsApp и сигнала. Ну, нет, они берут последние 15 лет. Если, допустим, рассматривать даже революции 11-12 годов, они развивались при активном участии социальных сетей. Это правда. Это просто было ехидство, и то, что вот как... Вполне уместно. Да, оно без телеграмма тоже умеет убежать. Субсидиции к беспокойствам – два естественных вопроса. Первое – это отношение Кремля к Надеждину и допустят ли его к выборам. И вообще, как это произошло и получилось? На второй вопрос я не знаю ответа. Скорее нет, чем да. Но что большинство склоняется к тому, что допускать нельзя. Это тот самый риск, который мы с вами сейчас обсуждали. Хотя есть группа экзотов, которые предполагают, что давайте мы его допустим, но его результат не выйдет за рамки полутора-двух. Ну, помните, вот когда он только выдвигался, об этом много говорили, да? И тем самым эта позиция альтернативная будет скомпрометирована. Но поскольку сейчас появились результаты социологии, социология показывает его растущий рейтинг, растущую популярность, наверное, будет склоняться к негативной точке зрения. И, Юлия, прошу прощения, первая часть вопроса... А, собственно, это и был весь вопрос про Надеждина. Но тогда я просто добавлю, зачем тогда он не выдвигается. Давайте, давайте скажем, он не является проектом Кремля. Это совершенно точно. Да, он выдвинулся с ведома администрации, но то, что произошло, оказалось непредвиденным. Ну, кто-то будет задним числом говорить, что нет, это все было предвидено, так и должно было произойти. Нет, ничего подобного. История непредсказуема. А зачем тогда ему дали выдвинуться? Вот Донцовой не дали, ему дали. У меня есть гипотеза, если можно, я ее сразу выскажу, что этим администрация президента пыталась замерить уровень недовольства обществе. То есть они хотели посмотреть. Это был такой социологический опрос, который вот они провели. Результаты им не понравились. Юль, я боюсь, что все проще. Донцова связана с Ходорковским, а Надежды нет. И в этом сомнений нет. Вот все эти намеки, они соответствуют действительности. Да, она была связана. Ну, и, наверное, остается связана. Тогда следующий вопрос. Но не беспорядки, протесты в Башкирии. Что по этому поводу, тем более, что вот одна из самых больших пугалок, это что Россия после Плутина распадется на части, вообще Рашка должна разрушиться. Соответственно, вот беспорядки, ну, не беспорядки, протесты, опять же, извиняюсь, нехорошо я сказала беспорядки, еще раз, два раза приношу извинения. Протесты, причем с сильным национальным оттенком. Как к этому относятся в Кремле? Ну, естественно, любые протесты, особенно массовые, они напрягают, но там прекрасно понимали, я думаю, что и все неангажированные эксперты понимали, что никакой вообще национальной динамики эти протесты, даже внутри республиканской, они вызвать не способны. И они республиканской динамики тоже не вызвали. То есть это, да, это региональные события, оно досадное, особенно в преддверии выборов. Как будут сводить счеты, кого сделают виновным, ну, более или менее понятно, окажется глава Башкортостана, ну, расправляться с ним тоже будут после президентских выборов. Ну, попадется в длинный список тех, кто пойдет в отставку. В принципе, в отставку предполагается отправить не менее 50% у губернатора. Что одним больше, одним меньше, какая разница? Нет, это никак не указывает на угрозу распада России, даже в ситуации, ну, мне кажется, самого тяжелого кризиса. Я, кстати, вам напомню, 20-й год протесты в Хабаровском крае, ну, в Хабаровске, длились пару-тройку месяцев, каждую субботу. Была устойчивая динамика, была гораздо большая численность, это вызвало какую-нибудь вообще национальную реакцию? Нет. Значение имеют только те протесты, которые будут проходить в крупных городах, в первую очередь в российских столицах. И власти это прекрасно понимают. Вот эти протесты ее потенциальные пока что пугают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok